Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Средневековый замок в Ямпелсе построен Ливонским орденом в 1301 году. Замок был сильно поврежден во время войны со шведами в 1625 году. С 16 века до 1920 года этот замок принадлежал семье немецкого барона фон дер Рекке. Сейчас он находится в собственности муниципалитета и используется как комплекс отдыха, предлагающий разносторонние культурно-туристические услуги. Рассказывают, что барон был достаточно беспощадным и немного самодуром. Он жестоко наказывал своих подданных за различные повинности, например, заставлял девушек долго стоять в арке здания или закрывал их в комнате и пугал, устраивая шум в самые неожиданные моменты. Ямпелский замок стал одним из самых узнаваемых мест отдыха в Латвии. Вы можете приехать сюда, отдохнуть и даже переночевать в комнате самого немецкого барона. Уже с 70-х годов прошлого века на Новый год в замке устраивается карнавал. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Поэтому в этот раз, во времена ковида, организаторы предложили новогодний карнавал в другом формате. Мы с подругами Снедзе и Лигитой, конечно, не смогли отказаться от участия в таком мероприятии. Гости за столиками в вечерних нарядах и масках, карнавальный дресс-код черный и золотой, как и в год Тигра. Праздничный ужин и программа для настоящих любителей музыки. Даумандс Каллинж с карнавальным оркестром. В течение вечера рождественские гадания на жидком серебре, праздничная лотерея, профессиональные фотографии гостей в карнавальных костюмах. Но ни один замок невозможно представить без своей особой легенды или привидения. Работники замка, моя подруга Снедзе и многолетний председатель местного самоуправления Лигита, живущая недалеко от Ямпелского замка, рассказали страшные интригующие истории об опыте средневекового замка. В пустом замке бывают слышны шаги или шум открывающейся двери. Кто-то вдруг начинает одно за другой задувать свечи. Кто-то просыпается в гостиничном номере от шума непрошенных гостей и до утра не может заснуть. Рассказывают всякие истории про ночные неожиданные приключения. Я провела ночь в голубой комнате. Синий был любимым цветом барона фон дер Реке. Это уникальная просторная комната со светлой кроватью с балдахином и оригинальной синей израсцовой печью. Наслушавшись историей про то, как проказничают по ночам духи, конечно же, я не могла заснуть даже в своей просторной кровати. Растопила камин, включила свет, зажгла свечи и почти всю ночь со страхом ждала привидения. Но не каждому посетителю замка дано встретиться с прозрачными существами. И я очень рада, что на сей раз мне не повезло. Подпишитесь на мой канал. Смотрите, отдыхайте, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.